Я родилась в Ленинградской области, сейчас она называется Севловский район, а тогда были другие районы, Парголовский, да всякие менялись. Деревни недалеко от Ленинграда. Мы не финны, мы ингер-маланцы, а то все нас финнами прозвали. И вот все время мама ездила в Ленинград, продавала молоко и все из деревни, что было, все продавала. Потому что зарабатывать тогда же колхозы были. Отец у меня был агроном, и поэтому жили неплохо. Мой отец в Ленинграде подошел. Мы же жили при Ленинграде. Мой отец служил в армии в Москве. Вот мой папа. Иван Степанович. Вот мама моя молодая, еще не замужная. Мама с сестрой учились, еще тогда церковной школой учили до 18-го года. Мама говорит, я на четверке кончала, вот ее сестра умерла уже давно. Их какие подогаточки в Ленинграде делали. Вот папа служил в Москве, где он, видишь, стоит с левой стороны. Вот, да, вижу. Да, стоит с солдатами. А вот уже работает годы войны. Вот я. Это во время войны соседкой Хиля ее звать. Июль месяц, 22 число, да, война началась. В этот день был солнечный день. И было воскресенье. Такое тепло было, солнце. А у нас в деревне почему-то все пекли, хлеб, да все такое пекли. А булочек не пекли. И купаться мы ездили в соседнюю станцию, Токсово называется. Не доезжая Ленинграда, Токсово, там тоже военные жили. Вот мы с подружкой поехали в Токсово, матери сказали, давай денег, мы там купим булочки. Вот приехали на пригородном поезде, не доезжая, ну, Ленинграда не доезжая, в Токсово слезли. И вдруг люди собираются кучками. И нас говорят, девочки, девочки, идите на вокзал. А что такое? Война началась, война началась. Мы не поверили, как эта война началась. Жили дружно, ничего не слышно было. Мы со стороны финского границы недалеко жили. Финны не начинали, ничего. Только залезли, зашли в вокзалы, там и передают, что 22 июня в 4 часа утра началась война. Ну, началась война-то там, в Киеве передавали. Ну, что, мы думаем, там было озеро хорошее, мы всегда ради этого озера ходили купаться. Вот так дойдешь, и дно видно. И мы это, что, идти купаться? Нет. Лучше поедем домой, обратно на пригородном поезде. Хлебом мы купили, это батон. Купили и приезжаем домой. Приезжаем домой, наши матери плачут. Зря вы поехали, зря вы поехали. Война ведь началась. Все плачем. Ой, господи, не дай бог. Но эту ночь мы ночевали, и ночи еще 2 или 3, и уже через нашу сторону, с нашей стороны, с финляндской стороны, финской стороны, начали стрелять на нашей деревне. Стреляли, стреляли. И отец говорит, что делать? Ему позвонили, говорит, знаете что, идите в лес, а у нас против нашей деревни железная дорога, Грузина, наша станция называлась, железная дорога, и за дорогой лес. Идите в лес, там это, ну, которые охраняли лес, и там поживите. И мы туда перешли с соседом. Сосед тоже работал в МТСе. У меня отец агроном, МТС же, машино-тракторной станции. И мы туда перешли, и отец опять поехал узнавать. Ну, тогда что ездили? На велосипедах ездили. Поехал, узнал. Ему говорят, нет, надо из леса уехать, ближе к Ленинграду, а то иначе война будет подходить. Ну, мы машину дали отцу, мы с соседями погрузились. А скотина же у нас была, корова, и все это было. Соседка и мама моя. И все пешком шли до соседей, где мы жили. А мы с отцом и девочкой, и мальчик у них тоже меньше. Мальчик был на машине, приехали. Приехали ближе к Ленинграду, к Вартемяке. Скотная деревня была, Вартемяк недалеко. Приехали туда, а там деревянные дома уже, этих трактористов уже взяли в армию. И квартиры пустуют. Говорят, вот, возьмите комнату, ну, как бы пустую, и живите. И мы там стали жить. А это, как бы сказать, солдаты-то, когда мы вообще в деревне жили, у нас гарнизон был. У нас было, это, за самолетами следили солдаты. Даже по соседству я все к ним, к этим солдатам ходила. Зарядкой занималась. И это, и тут все заняли. Все школы, где были, у нас было две школы в деревне, все заняли солдаты. И вот, куда мы приехали, там тоже солдаты заняли. Детский сад, госпиталь сделали. И мы там жили. Жили, и вообще-то людей начали из деревни эвакуировать. Эвакуировать через Ладогу и сюда, в эту сторону. Раз, сколько-то эвакуировали, а потом фашисты заняли Ладогу. Заняли Ладогу, и все, и больше нас эвакуировать не стали. Да, нам еще, когда мы в деревне жили своей, нам поставили вагон, деревен, это пассажирский, и сказали, детей будем вперед эвакуировать. С Ленинграда уже эвакуировали вперед детей, а нас не успели. Нам сказали, сколько брать вещей там или что. Вагон стоял, стоял, а потом фашисты заняли Ладогу, и мы не попали. Кто успел эвакуировать, тот успел, а кто не успел, обратно в деревни свои приехали. И вот так мы жили эту зиму в 21-м году уже началась война, да? В 41-м. В 41-м, что я говорю, в 41-м. Потом жили-жили отца, нас не эвакуировали никуда, потому что дороги заняты. Отца, как агронома, его посылали по деревням собирать. Все же замерзло уже, зима была. Его посылали, чтобы выкапывать из земли эту картошку, и все-все. А у кого скотина была, например, у нас, и у соседей было коровы. Коровы сказали на две хозяина. Одну корову, чтобы сдавали. И вот нашу корову оставили, у нас побольше молока давало. А у соседей это сдали. И мы эту корову как бы делили на два хозяина. Ну, к нам ходила это, с госпиталя женщина ходила. И мама все время давала молоко. Ну, кто просил, всем давала молоко. Надо же помогать. Хоть и мы, как бы, деревенские жители, у кого что есть еда, ели. А у этих же военных-то ничего не было. И вот так и просили тоже. Мне кажется, они тоже голодовали, пока не освободили Ладогу. Потом Новый год стал, и в наш дом солдаты новые приехали. Были комнаты свободные, приехали. И командир один зашел к нам и дает мне шоколадку. А шоколадку я вообще не видела. Дает мне шоколадку. Я говорю, это что такое? Это шоколадка. А вы откуда? В Сибири. А я такого еще и слова не слышала, чем мне 10 лет было. В Сибири. И вот он рассказывал, как их привезли. Да, освободили Ладогу. Жукова, это я читала потом в газете. Жукова освободили немцев, фашистов. Как бы дальше угнали. И Ладогу освободили. И давай нас опять эвакуировать. Нам сказали, вот это уже март месяц, нам сказали, вот столько-то 100 часов ночью собирайтесь на машине, привезем вас на вокзал Токсова и через Ладогу будут эвакуировать. Ну все, не мы одни, а все люди, которые свободны были, эвакуировали нас. И вот нас ночью привезли через Ладогу. Я это сколько раз показывать, я говорю, вот-вот, вот так и нас привезли. Привезли через Ладогу на этой машине грузовой и вагон. А вагоны еще не стояли, деревянные, ну не пассажирские же, а грузовые. Потом поставили эти грузовые машины и людей давай сажать в эти вагоны. Давай сажали и каждый вагон, чтобы по 40 человек побольше не стали. И мы тоже попали в средний вагон с мамой. И это, и сели, там знакомые были. Деревни же большие были, все знакомые были. И сели и поехали. Ой, господи, поехали. Ехали, ехали, ехали. Я тогда ничего ведь не знала, и Тихвина не знала, ничего. Это я теперь знаю Тихвин. Ехали, ехали, остановка, солдат кормят, а после солдат нас кормят. Мы идем с вагона и чашками получаем там супу или что и кушали. Ну у кого своя еда была, у нас еще была, у мамы картошка взята с собой. Мы вагоне же эти железные печки, да, и трубы. Мы картошку нарежем кусками и в трубу согреем, жарим себе. И так кушали. И вот так ехали, 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 ехали. Конечно, много людей еще умерло. Мы думаем, куда нас везут? Мы же дороги не знаем. Кто-то сказал, Кирове остановка, Киров сюда нас высадят. Потом сказали, нет, Киров уже занят. Там много уже эвакуированных людей, вас не вывезут. И везли, везли, смотрим горы. А это Уральские горы, через Урал. Думаю, нифига себе, я же тогда не знала еще географии. Я кончила три класса там всего дома. И привезли нас в Сибирь. Привезли в Сибирь, в Омск. В Омск привезли. А все же шивые были. Шивые, в шеи полно. А у меня еще волосы длинные. И нас сказали, надо сам обработку провести. Иначе вас колхоз не примет. И нас в санообработку. Вещи все в санообработку. И мы мылись. Ну, по очереди, конечно. Вымылись потом подальше от Омска, подальше Калачинск. Там колхозы. И нас потом погрузили, в колхозы привезли. И возле школы нас бы как бы выгрузили на машинах. Выгрузили. И в школе мы жили немножко. Уже не учились дети. Уже было или конец апреля, или что-то такое. Ну, там тепло было уже. Не то, что у нас было. На Урале тепло было. И нас в школе мы ночевали. Потом из колхозов приехали люди. Не на лошадях. Лошадей всех в армию взяли. А на быках. Нас на телегу. Быки посадили. Сколько семей вошло там? Три семьи или сколько? И деревню. Целый день везли деревню. А быки-то тихо едут. Ну, все равно привезли нас в деревню. И давай людей просить, чтобы нас пустили жить. И вот нас пустили одну семью. Она когда-то давным-давно была. Раскулаченная семья была. Ну, это, как сказать. Не то, что у нас досками покрыты. И все хорошо. Дома были покрыты. А там этой соломой покрыты крыши. И полы все, как бы эти, замазаны глиной. Мы спрашиваем, а что у вас такие дома? Да мы же раскулачены давно. А строить дома не успели. Вот так мы там жили. Жили, жили. И оп. А нас же хотели пооби потом на север везти. А оп. Еще только растаяло. В июне месяце там растаяло. И сказали, ну все. О, простаяло. Теперь вы поедете на север рыбу ловить. Нас опять на машину, на поезд и в этот пассажирский пароход. Я даже... Яков Свердлов был, по-моему, пароход. Трехэтажный пассажирский. Я впервые раз видела этот пароход. Вот кто с маленькими детями там дали, где эти койки, а кто с большими детями туда вниз, где груз везли. Мы там со своими мешками. Сказали же, когда ехать из дома, что больше 15 килограмм на человека нельзя брать. Ну, у нас мама, я и брат нас трое. Отца у нас не посылали, потому что отца оставили дома, чтобы он подрабатывал питание для Ленинграда. Он же агрономом работал, а потом еще комендантом работал. И вот на этом пароходе повезли нас с севера. А я думаю, как интересно на пароходе ехать. Чисто, красиво. И там нас тоже раз кормили, раз в сутки кормили. Ехали, 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 ехали. А я думаю, пойду посмотрю наверх. А сказали, никуда, чтобы не ходить. А я все равно поднялась наверх, на второй этаж, смотрю эти кабины, как они называются, каюты, каюты. Смотрю, так хорошо, красиво. Я все посмотрела. А потом говорю, девочка, не гуляй, иди обратно, а ты еще упадешь куда-нибудь. Я ушла обратно вниз. И нам сказали, что можете, там душевая даже была в пароходе, можете помыться, если хотите. И мы ехали что-то долго. Хоть и не с потечением, но все равно мне казалось долго. Четыре или пять дней ехали на пароходе. И привезли нас, называлось пристань Грозный. Грозный. Вот на Абии есть Грозный, и опы есть. Вот Грозный нас высадили с парохода всех. И опять, где свободные? Только школы свободные. Нас опять в школу свободные. Дети же не учились. И мы в школе жили. И сказали, ну идите погуляйте по лесу, там же тоже лес. Это под Салехардом недалеко. Идите. И наши люди пошли по лесу, и тоже в какую-то деревню зашли, или магазины там были. А у нас же карточек, в Ленинграде карточки были уже. Мы получали этот хлеб, 125, как писали, и все. А там карточек не было. Они зашли, я не ходила, это мама рассказывала. Говорит, мы пришли в магазин, смотрим, господи, сыр лежит, хлеб лежит, тот лежит. И все без карточек. И у кого деньги были, все себе нахватали еду. Купили. Потом держали, держали, опять давай нас эвакуировать дальше. И сказали, у кого дети маленькие, оставят Грозному. А у кого побольше, как я, мне уже 11 лет в феврале стало, 11 лет в леса. И нас опять на баржи, и две баржи через реку, и по реке приток Святой Мыс привезли в лес. Что такое в лес такое, что мы будем делать? Будете лес пилить и себе дома строить, нам сказали. Ну что, мама, конечно, с детства пилила лес, потому что мы жили в деревне, дед был богатый, и все, лес пилил и дома строил. Его еще и раскулачили тогда еще. Вот мама пошла лес пилить, а брату 14 лет. Мне 11, брату 14 лет. И брат с мамой пилили лес, и так, ну, что надо в лесу делать? Сучья рубить, да все. Ну, там уже нам карточку давали, хлеб давали, и кормили в столовой, кормили раз в сутки. А я ходила на берег, да, потом брата послали. Ты, говорит, на лодке катаешься, он, говорит, катаешься. Его с хантами послали рыбу ловить. Ханты же там жили. И рыбу ловить. И он ходил рыбу ловить. Мама построила, они такой сарайчик, там мыли эту рыбу, как сырок и пыжьян, мама ходила там мыть, и в бочки накладывала, и все, все для фронта бочками посылали. А давать нам, чтоб мы не брали, иначе оштрафуют. Вот я этим хантам рыбу мыла. Они привезут эту рыбу. У них такие были какие-то, не корзины, а сделаны на лодке, две штуки. И я рыбу мою. Надо мыть, чтоб чистая рыба попала в этот, где обрабатывают рыбу. Я помою, и они всегда мне давали одну рыбку. Девочка говорит, ты спрячь рыбку подальше, чтоб начальство не видел. Я всегда рыбку свачу и в кусты спрячу. Вот так питалась. Ну, одну рыбку за день только давали. А маме работала, где нельзя было. Проверяли всех, чтоб не воровали. Так только кишки этой рыбы, вы видите, там же останутся кишки и жир. Мама это кишки и жир собирала, и в мешочек себе шила, и туда ссувала. И приносили домой. Да, построили дома, начали строить дома. И сколько мы там... Я там два года была, по-моему. Да, я четвертый класс там кончила. Дома я третий класс, там четвертый класс кончила. А школы-то нет. Учительницы привозные. Так они учили нас. Первый, второй класс в одну смену. Потом третий, четвертый, вторую смену. И вот так мы учились помаленьку. Да, и построили пять этих домов. Ну, однотажные дома, деревянные. Как деревни. Построили. И потом мне же надо уже в пятый класс идти в школу. И брату надо в седьмой класс. Мама, давай начальству хлопотать. Мол, детям надо учиться. А школы нету. Таких классов. И нас, как бы, послали мужей. Мужей по Нааби, там мужей. Деревня такая. Это мужа даже печатали в этой... По телевидению я видела. И мы приехали туда. Брат пошел в седьмой класс. Я пошла в четвертый класс. Да. Вот так учились. И потом мы получаем вызов. Вызов. А моего папу, он же уже 43-й год начался. Уже в деревнях нечего делать. Его послали тоже в Сибирь. Послали в Сибирь. Работает агрономом совхозы. И он посылает, присылает нам вызов. Это вот сейчас Кемеровская область. А тогда назывался Сталинский. Город Сталинский. Сталинский, как бы, район. Присылает вызов. И мы попали в этот вызов осенью. А река уже замерзла. Так мы в 44-м году оттуда, с севера, эвакуировались в Кемеровскую область. Приехали. Наша семья. И вот папа нас встречал. И там мы жили. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что Победа, где вы были, как это произошло? А, да, да. Я в шестом классе же училась уже. Идем мы в школу. А мы в деревне жили. А школа от нас километра два в городе была. В нашей деревне до четвертого класса только школа была. Мы идем, девочки отдельно ходили, мальчики отдельно. Идем в школу. Говорю, бой, идут мальчишки нас встречу. Не ходите, не ходите. Все, война кончилась, война кончилась. Сказали, можете идти домой отдыхать. Нам не верилось. Не верилось. Пришли домой. Нам говорят, там у них радио свое на стене. Говорят, да, да, война кончилась. Это все, будем жить. И мы пришли домой. Пришли домой, потом уже на второй день или как-то пошли в школу опять. Скажите, пожалуйста, ваша молодость пришлась на период, когда страной руководил Сталин. Сталин, да. Какое у вас отношение к его личности? Вот Сталина некоторые как бы ненавидят. А тут женщины, вот у нас одна женщина живет не Твери, а где-то недалеко от Москвы, южнее. Она как бы русская, а я же не русская. И потом еще другой нации. Она все как бы дразнила. А врачиха у нас была, немка по нации. И вот она все говорит, вот-вот такой. Я говорю, знаешь что, если бы не Сталин, мы бы умерли с голоду в Ленинграде. Вот Сталин нас и попросил, чтобы скорее нас народ собрать и посылать в Сибирь. И рыбу ловить. Вот многих посылали туда, в Владивосток. Вот у меня двоюродная сестра жила недалеко в Владивостоке. Там или Яна река, или какая-то река. Их, она в другой деревне, так их туда пароходом, северной стороной, пароходом туда отправили. И она там жила. Я говорю, всех в разные стороны. Куда требовалось людей, всех и отправляли. Вот я так подумала. Не за то, что ты не русская, а за то, что работать надо во время войны. Все же собрали в армию. Только оставили одни женщины, а мужчин всех забрали в армию. А вы помните день, когда Сталин умер? Ну как же, помню. Сталин умер, все плакали. Да. Сталин умер, когда я жила еще в Сибири. Я не была замужем. Так все на улице плакали. Алма Ивановна, какое бы вы сделали пожелание подрастающему будущему поколению? Какое самое хорошее. Учитесь. Учись, учись ты хорошенько. Хотя наука тяжела. Но после будет веселее, когда окончится она. Получишь профессию, там инженер или кто. Да. Учиться надо было. Конечно, надо было и мне учиться. Но так книг не было. И голод. Голод. Не то питание было. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok